Аналогия с мозгом Аналогия с мозгом, на мой взгляд, очень удачная. Почему только единицей выступает как община, она как нейрон. А связи, мозг он живой. Связи образуются между нейронами, между общинами. Нейронная сеть. Да, они могут распадаться эти связи. Образовываются какие-то толстые связи, большие, целые дороги в мозгу. Они тоже могут распадаться. И от этого меняется вся структура мозга. И все человечество, как бы уже в целом, как единый мозг, может избавляться от каких-то пороков. Или, наоборот, приобретать какие-то пороки. Понимаешь? Какая-то мыслящая материя становится. Все человечество становится. Мыслящая материя. Во как здорово. Вообще понятие нейронная сеть, на самом деле, это одна из моделей поведения людей. Например, на бирже используют нейронные сети, чтобы просчитать все эти действия толпы. Нейтронная сеть – это один из принципов, один из моделей. Здесь еще вот какой аспект важный, что единицы… Человечество. …не отдельный человек. Понимаешь? Чтобы нейрон этот возник, нам нужны личности. Объединенные через любовь, как ты правильно тут высказывал. И нейрон может быть только маленьким, община может быть только маленькая. И все должны друг друга знать и любить. Действительно. Ну, не сексуальную любовь, естественно. А в добре… Ну, христианская любовь. Да, христианская любовь. То есть быть в добре – это любовь такая. Быть в конкретном соотношении. Да. И… Вот уже из этих нейронов, да, все… Ну, проблема-то и состоит в том, что действительно… И тогда это действительно новое общество, ему не нужны, как ты правильно говорил. Никакие вожаки, главные бараны не нужны, как бы, вот. Нет, смотри, тут еще, знаешь, какая проблема? Мы же постоянно сталкиваемся с себя. Мы же говорим о конкретности добра. Конкретность добра может приносить только конкретным людям. То есть конкретному окружению ближних людей, которыми ты сталкиваешься. То есть мы должны говорить не о том, как общество в целом должно быть устроено, потому что это сложная вещь, а каким образом должно быть устроено некого рода локально твое окружение и связи с другими людьми. Ведь речь идет о ближних. Ты конкретное добро можешь принести только конкретным ближним, а не вообще какой-то абстрактно конкретным. То есть ты все равно это какое-то ограниченное количество, ну, сто человек, двести там. Ты как личность функционируешь в общении. Правильно. В этом нейроне. А уже нейрон, как сверхличность, община как сверхличность, она взаимодействует с другими нейронами. Правильно. Импульс так и передается. То есть я общаюсь только с теми нейронами, как я нейрон, общаюсь с теми нейронами, которые меня окружают, а уже как бы или импульсы куда-то дальше передаются, но я этого уже не знаю. И нет же никаких главных нейронов. Вот смотри, я например... Какой иерархии нейронов нету. Правильно. Смотри, я общаюсь с тем нейронам, которые рядом находятся. И моя конкретная любовь к нему, мое конкретное добро к нему, адресованное именно к нему. Но он, он адресуется уже не только ко мне, а с соседним своим нейронам. Подожди, нейрон – это община. Не, не нейрон – община, а не… Община – это нейронная сеть. Нет, нет. Нейрон – отдельный нейрон – это община. А люди, которые составляют этот нейрон, это как раз и есть как бы вот… А, ну ты еще так хотел. Нет, можешь сделать как что? Отдельная община – это какая-то совокупность нейронов – это община. Нет, нет, нет. А общины связаны между собой в нейронную сеть. Вопрос-то был в чем? Как общины, ты говорил, что общины смогут между собой только в рамках иудаизма общаться, то есть по правилам, по законам. А я тебе предлагаю механизм, когда общины между собой не нужны никакие законы. Это свободное движение нейронов. Понимаешь? Это как бы вот все человечество превращается в какой-то единый мыслящий такой вот мозг буквально. Просто в мозг. Почему глобально всегда превалирует именно законничество и иудаизм? Потому что, как мы говорили, для того, чтобы существовала любовь и конкретное добро, необходимо, чтобы люди друг друга знали. То есть конкретность только и возможна в том, что я знаю конкретно человека и конкретно действую в отношении него. Это возможно только в любви, это возможно только в смысле семьи. Если я воспринимаю другого человека как члена семьи, то есть как члена общины. То есть община как семья. Это я просто поясняю. А если мы говорим о глобальном масштабе, то о глобальном масштабе, поскольку я не знаю других людей... Иди садись. Я как-то под камерой думал. А глобально, если я не знаю других людей, то я не могу с ними соотнестись в любви. Или моя любовь будет абстрактной. И мое добро будет таким же абстрактным. То есть оно не будет собственным добром. Поэтому для того, чтобы все-таки пребывать в любви, я должен любить конкретных людей, которые меня окружают. Получается, каждый раз я буду жить в локальной общине с людей, которые меня окружают. А не зная о том, как устроено глобальное. Или так, смотри, что... Нет, вот так можно сказать, что локально каждый раз я живу в общине любви, то есть в общине, христианской общине. А глобально для меня это представляет собой некое законническое общество. То есть общество глобально всегда законническое? Нет. А локально... Нет. Как раз тут есть решение, что общины между собой общаются, как нейроны головного мозга. Община же является сверхличностью. А ты хочешь сказать, что разные уровни есть? То есть сначала образуется община, как семья, а потом каждая отдельная община сама представляет собой некую субъект. И эти субъекты опять объединяются в общине. Она как-то свободно взаимодействует с другими общинами. Понимаешь? Не, ну может, если мы говорим о нейронных сетях, можно же как вообразить дело? Что, допустим, я знаю одного человека, да? И общаюсь только с ним. Но он-то знает другого человека, с которого я не знаю. И он общается с ним. И как бы вот эти все... То есть вся сеть людей и взаимодействие людей с друг другом выстроена так же, как и сеть нейронов. То есть в обществе есть как бы нейронная сеть. Может быть. Ну просто здесь не нужно никакого законничества. Да, может быть, не нужно. Проблема просто состоит в том, что глобально не удается жить в христианской общине. То есть христианство невозможно как глобальная религия. Она возможна только локально. Общинам не нужно никакого... Каждая община, она как бы автономно живет, как нейрон, он автономен сам по себе. Это отдельная клетка, она живется автономно сам по себе, ни в чем не нуждается. Питает ее тело, как бы, да, то есть машина в данном случае. А нейроны между собой взаимодействуют, как, ну они там скрепляются разными своими частями. Понимаешь? Так живут и общины. Допустим, одно общение там, начало взаимодействовать с другой общиной. Понимаешь? И постепенно у них возникли какие-то связи. Возникла нейронная связь. Та с третьей. Ну я понимаю. Через вторую, как бы, с первой общается... Только почему субъектами у тебя выступают общины, а не отдельные люди? Вот в чем не странно. Потому что община является сверхличностю. Так вот... А надо, чтобы взаимодействие было на уровне сверхличностю. Просто единицей, как бы, нейронной сети является нейрон. Так единицей человеческого общества является человек, а не сообщество людей. Человек является единицей человеческого общества. Базово. Поэтому, как бы, правильнее считать, что нейрон и человек... Это соответствует человеку в обществе. Нейроны сети аналогичны в метафоре, да, человеку в человеческом обществе. И тогда в этом случае коллектив будет представлять собой сеть какую-то... Какую-то локальную сеть нейронов, да, которые... Ты выстраиваешь... Живут совместно... Ты выстраиваешь атомизированное... А я тебе выстраиваю общество как организм. А в случае, когда у нас общество как организм, что когда вот снимаются все проблемы... А что, нейронная сеть в нашей голове, это не организм? Организм. Ну а что тогда? Почему проблема тогда? Почему ты думаешь, что если все разбито на нейроны в нашем мозгу, то это как-то мешает этой нейронной сети представлять собой некое единство? Мы по факту, как индивиды, как отдельные организмы в обществе разбиты на атомы. Разбиты по факту. Только другое дело, что мы функционируем в этом обществе как организм. То есть, будущее атома, общество, будущее, составленное из индивидов, оно тем не менее функционирует как организм. Ну послушай, здесь просто я не могу сказать, как должна быть устроена община внутри себя. Понятно, что как-то в добре и в любви она должна быть, да? Но является ли это нейронной связью, я не могу сказать. Это как бы, по-моему, натянуто за уши. А вот то, что общины между собой могут взаимодействовать без законов и без всяких установлений, а вот чисто в свободном таком полете, понимаешь, как нейроны в головном мозге. А почему свобода вдруг стала чем-то плоха? Ну послушай, в нейронах, вот у нейронов в твоем головном мозге, у них нет никаких законов, как им между собой взаимодействовать. Ты вот выстроил в своей голове какую-то логическую цепочку, и нейроны у тебя как раз так и соединились, понимаешь? Когда вот логическая цепочка выстроилась. Если ты эту логическую цепочку подтверждал несколько дней подряд, у тебя там целая дорога из нейронов выстроилась, толстая такая, понимаешь, веревка такая толстая. Ну ты описываешь, как можно нашу модель современного общества представить, видеть нейроны сети. Ну и что? Не, ну, я тебе могу сказать, что я же тебе сказал, что такие модели общества есть, представление о том, что общество представляет собой нейронную сеть, есть. И более того, эти модели даже используют для прогнозирования всякого рода массовых явлений, типа там торговли на бирже. Сейчас, сейчас я тебе поясню, просто смотри, если у тебя человек выступает как нейрон, тогда все люди могут объединиться в одну большую всечеловеческую общину. А мы только что пришли к выводу, что это невозможно, что люди через любовь и добро могут объединиться только в локальную какую-то семью, скажем, да? Да, в локальную семью, поэтому я и считаю, что это локальная семья… Общину как семью? Послушай, да, что эта локальная община как семья, она как раз и является нейроном. А вот уже как раз эти общины, они тоже могут объединиться между собой без всяких законов, в единый организм. Не, ну можно считать, что нейронная сеть, она многоуровневая. Ты не врубаешься, мы дальше продвинулись, а ты все еще там вот. Я вообще не понимаю, ну какая разница, является каждый нейроном, каждый нейрон является общиной, или отдельный человек является нейроном, я не понимаю. Разница в общем заключается, если каждый человек является нейроном, то тогда происходит чудо, и все человечество объединяется в единую сеть нейронную. А мы только что пришли к выводу, что по любви и через добро невозможно объединиться в нейронную сеть, а можно объединиться только в нейронную. Я же рассказываю, как возможно. Каждый отдельный человек общается только с соседями своими, с теми ближними, которыми может взаимодействовать конкретно и непосредственно. Но, соответственно, его соседи имеют своих ближних, а те своих ближних, а те своих ближних. И так вся нейронная сеть объединена. Я, конечно, не знаю там ближних, так сказать, моих ближних. Я только знаю своих ближних и взаимодействую только со своими ближними. Но мои ближние взаимодействуют с другими ближними. И если я передаю импульс своим ближним, эти ближние передают своим ближним. И так по цепочке. То есть мы связаны нейронную сеть тем способом, что у каждого из нас есть свои ближние. Но в целом мы покрываем всё человечество. Потому что все люди по цепочке знакомы друг с другом. Зачем тогда общение нужно? Ну, я не знаю, зачем нужна общение. Ну, вообще нам нужна для того, чтобы мы других людей считали всё-таки ближними. И с ними взаимодействовали в любви. И в конкретности добра. А мы ведь живём с ближними тем способом, что формально живём. Ты меня сейчас натянул. У тебя получилось, что... А как ты будешь взаимодействовать с ближними ближних, которых ты не любишь и не знаешь? Я с ними непосредственно взаимодействовать не могу. Правильно. А если ты объединёшься с вами ближними в общину, то уже община может взаимодействовать с другими общинами. Если община у тебя как нейрон выступает, тогда между общинами возможно взаимодействовать. Но это другой уровень. Нет, ну или, конечно, файл это метафора нейронной сети интересная, чтобы её продумать дальше. Да. Только я вот настаивал на том, что нейроном выступает не конкретный человек. Это ошибочная теория. Тогда всё равно, тогда нам не... Знаешь, почему отдельный человек должен... Подожди, нам тогда не обойтись без закона. Нет, нет, подожди. Нет, нет, нет. Ты вот в чём, как мне кажется... А как ты будешь соотноситься с людьми, которые живут там за тысячи километров? Ну а как нейронная сеть соотносится? Через это посредование, через нейрон, одному переходит к другому, через другой нейрон, третий нейрон, четвёртый. Через десять нейронов. Ты знаешь, что есть какая-то теория такая, я не знаю точно цифры, но что якобы через тридцать опосредований каждый человек, от каждого человека может перейти к любому другому человеку на Земле. Для этого нужно только тридцать опосредований. То есть, опосредования какие считаются? Например, у меня есть друг какой-то, который знает другого человека, который знает другого человека и так далее, и что можно всегда найти такую цепочку из тридцать людей, которые связаны друг с другом такими опосредованиями. Чисто знакомство. Я не знаю точную цифру, но что якобы просчитали, что если человечество рассматривать как нейронную сеть, то достаточно 30 переходов для того, чтобы от любого человека по уровню знакомства перейти к любому другому на Земле. Якобы. Я точно не знаю просто количество, то ли 30, то ли сколько там. Но якобы просчитали это. Так вот так же нейронная сеть устроена. Я, конечно, не знаю этого через 30 сопосредований человека, но его знает тот человек, который является для него непосредственно ближним. И так далее. И получается, что может быть христианство так осуществлено. Ты должен жить по-христиански с теми ближними, с которыми непосредственно взаимодействуешь. То есть с теми людьми, которые и называются ближними, которые рядом с тобой в буквальном смысле. И тогда по цепочке, если каждый будет так действовать со своими ближними, мы все в целом будем составлять некую нейронную сеть, которая будет жить по-христиански. Хотя я и не буду знать того через 30 сопосредований человека. Я тебе только одно. Но я буду с ним жить в некой единой нейронной сети. Послушай, если у тебя не будет опыта об обществлении своего имущества, сознания и всего остального, в небольшой общине, как ты сможешь об обществлении со всем человечеством? Нет, проблема со стой действительно в том, вот смотри, ты проблему немножко как-то ставишь странно, а если мы пока сейчас работаем в метафоре нейронной сети, как мне жить по-христиански с ближними, которые вокруг меня? То есть с тобой, с Володькой, с Игорем, с моей мамой, с сестрой и прочее. А вот со всеми людьми и родственниками, знакомыми, и с теми, которыми я на улице встречаюсь, жить по-христиански как? Ведь я с ними сталкиваюсь в модусе «я атом индивид, и он атом индивид». И мы иногда соприкасаемся чуть ближе, иногда как бы расходимся. Посмотри, Христос создал общину из 12 апостолов. Вот в моей аналогии он как раз создал такой нейрон, вот эту клетку нового общества, нового мозга. Ну я понял, нейрон по-другому понимаешь, никак отдельного человека. Этот нейрон дал такой колоссальный импульс на всю остальную аморфную массу. Что она почему-то упорядочилась, что нереально. Вот ты когда-то видел такой импульс, что одной составляющей системы, чтобы вся система тут же упорядочилась? Так а у нейронов это общий уровень организации. Вот смотри, вот есть такое представление о магнетизме. Что такое магнит? Допустим, какие-то частицы. Допустим, металлическая стружка какая-нибудь. Если поставить его в магнитное поле, то оно определенным образом упорядочится. В магнитном поле. Но надо сначала это магнитное поле создать, чтобы вот это общее упорядочение было. Если какая-то стружка в этой общей куче упорядочится, от этого все остальные стружки не придут в упорядочение. Но это магнитное поле, которое создалось, это можно назвать идеологией. Так же и здесь. Вот эти 12 апостолов создали магнитное поле, в котором вся вот эта хаотическая стружка людей остальных упорядочилась. Ну это из физики, к примеру. Да я понимаю. Просто мы сейчас на самом деле в такие сферы заходим, где можно обсуждать только вот такими метафорами и аналогиями. Потому что надо сначала подобрать, что же мы хотим сказать. А потом, чтобы потом, может быть, уже и термины подобрать. Потому что терминов здесь никаких нет. Как устроено общество? Как устроено общество? Как нейронная сеть или как упорядоченные стружки в неком магнитном поле? То есть магнитное поле здесь, как бы, можно было бы сказать, идеология, а стружки – это вот конкретные люди. Мы упорядочены в обществе благодаря идеологии некой единой. Здесь некая единая идеология. В атомарном обществе именно вот так, в магнитном поле мы живем. Это и есть дух, как бы. Дух – это магнитное поле, которое упорядочивает это… А в нейронной сети сигнал пойдет прямо через нас. А в нейронной сети… Не будет никакого магнитного поля, просто пойдет сигнал. И с чем плохо. А что тогда является в нейронном поле духом? Сигнал, что ли? Духом-то что является? Хотелось бы, чтобы духом в нейронном поле было сознание. Есть мозг, потому что он создает нейронная сеть. Ну, не нейронная сеть является темой… Ладно, слушай, нам не ответить на этот вопрос, потому что никто не знает, как этот мозг работает. Да это понятно, это все аналогии. Надо же понимать, что это условности некоторые. Но мне это важно. Вам важно понять саму мысль. Надо понять мысль, как упорядочивается человеческое общество. Упорядочивается оно благодаря неким внешним законам, или благодаря тому… или благодаря неким внутреннему закону, внешнему закону. Вот магнитное поле. В магнитном поле люди упорядочились. Или благодаря внутреннему закону какой-то. Есть какой-то, условно говоря, закон, по которому люди не хаотически живут, а всё-таки упорядочено. Я считаю, что для атоматного общества идеология выступает как магнитное поле. А в случае перехода от формальной этики к этике неформальной, к этике добра, этике любви, магнитное поле выражено фактически в виде идеологии, в виде законов и правил. Его уже не может быть, когда мы переходим к неформальной этике добра и любви. И тогда возможен только импульс. А что такое импульс в данном случае? Это когда мы имеем общину, как нейрон, и эта община своей жизнью, понимаешь, да? Может быть, своими какими-то идеями, своим примером, своей святостью. Не знаю, как, короче говоря. Она может передать этот импульс другой общине. Слышишь? Ну, естественно, через людей. Потому что община-то из людей состоит. Просто мы же тогда, ты забыл, мы же разрабатываем, что такое сверхличность. У нас там было бы вществольное сознание, слышишь? Да. Вот. То есть про эгрегор хотел говорить? Да. А сверхличность, она же как бы, она имеет, мы же говорили о том, что она будет иметь свойства такие, которых отдельный человек не имеет. Поэтому мы не можем сейчас сказать, как эти общины там буквально будут сверхличностью между собой взаимодействовать. Каким образом этот импульс будет передаваться. Потому что возможности общины, ну, как бы, они другого уровня. Ну, единственное, как бы, ты любишь практические выводы. Даже с точки зрения поиска истины, как бы, община, мы говорили о том, она всегда будет более адекватна, чем конкретный индивиду. Смотри, с точки зрения, как бы, практических выводов, которые ты любишь, можно сказать, что для того, чтобы начать... Из этой общины. ...начать что-то делать, достаточно составить какую-то общину христианскую из конкретных людей, которые бы пребывали в этике добра. То есть взаимной любви. Как это сделать практически, я не знаю. Нет, ну, конкретные люди собираются в конкретную общину и пытаются организовать свои взаимоотношения в этике добра. Ну, что даже с мамой не получается. Ну, это понятно. Это понятно, да, что это сложно. Я же не говорю, что это просто. Это правда. Спасибо. Продолжение следует...